Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа Евангелие от Матфея Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фореса и Зару от Фамария. Форес родил Есрома, Есром родил Арама. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наассона. Наассон родил Солмона. Солмон родил Ваоза от Рахавы. Ваоз родил Авида от Руфи. Авид родил Иесея, Иесей родил Давида царя. Давид царь родил Соломона от бывшей Заурией. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авиа родил Асу. Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию, Озия родил Иофама, Иофам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, Езекий родил Монассию, Монассия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иихонию и братьев его пред переселением в Вавилон. По переселению же Вавилон и Ихония родил Салафииля. Салафииль родил Зарававеля. Зарававель родил Авиуда. Авиуд родил Илиакима. Илиаким родил Азора. Азор родил Садока. Садок родил Ахима. Ахим родил Елеуда. Илиуд родил Елеазара. Елеазар родил Матфана. Матфан родил Якова. Яков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов. И от Давида до переселения в Вавилон 14 родов. И от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сосчитались они, оказалось, что она имеет в отчереве от Духа Святого. Иосиф же муж ее, будучи праведен, и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все, ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родить же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, Все, дева в отчереве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Глава 2. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, Где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке, и пришли поклониться ему. Услышав это, Ира царь встревожился, и весь Иерусалим с ним, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводствий Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод тайно призвал волхвов, выведал от них время появления звезды, и послал их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушавши царя, пошли, и сеть звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары золота, ладан и смирну. И, получивши во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, все ангел Господень являются во сне Иосифа и говорит, «Встань, вози младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью, и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Из Египта воззвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя смеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, «Глаз в раме слышен плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода все ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти. Но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и пришед поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророка, что он Назареем наречется. Глава 3. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит, «Покайтесь, ибо приблизилось царство небесное, ибо он тот, о котором сказал порок Исайя, «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из зверблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Яорданская выходили к нему и крестились от него в Яордане, исповедуя грехи свои. Увидев же, Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, «По рождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе «Отец у нас Авраам!» Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. «Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И все глаз с небес глаголищи. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Матфея 4 глава. Потом берет его дьявол в святый город и поставляет его на крыле храма и говорит ему «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему «Написано так же, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их и говорит ему «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченность через порока Исаию, который говорит «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий и, сидящим в стране и тени смертной, воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставившись сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставившись лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных. И он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из Зайордана. Глава пятая. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное! Блаженны плащущие, ибо они утешатся! Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю! Блаженны алщущие и жаждущие правды, ибо они насытятся! Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут! Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят! Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими! Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное! Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправидно злословить за меня! Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах! Так гнали и пророков, бывших прежде вас! Вы — соль земли! Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна! Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы — свет мира! Не может укрыться город, стоящий наверху горы! И, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечники, и светит всем в доме! Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного! Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков! Не нарушить пришел я, но исполнить! Ибо истинно говорю вам, доколе не предят небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не предят из закона, пока не исполнится все! Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное! Вы слышали, что сказано древним? Не убивай! Кто же убьет, подлежит суду! А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно, подлежит суду! Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону! А кто скажет безумный, подлежит Геенне Огненной! Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй! А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну». Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины либо деяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножия ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Не головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше, да, да, нет, нет, а что сверху этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано, око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете с нами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братья ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? И так, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Евангелие от Матфея, 6 глава. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награда от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так. И сила, и слава вовеки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помашь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли, ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить. Не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии. Как они растут? Не трудятся, не придут. Но, говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кальми паще вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Глава седьмая. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какое мерою мерите, такое и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай, я выну сучок из глаза твоего. А вот в твоем глазе бревно. Лицемер. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злые, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступаете и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть — волки хищные. По плодам их узнаете их, собирает ли стерновника виноград или стрепейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Великое! И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их, как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи. Матфея, глава восьмая Когда же он сошел с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный, и, кланяясь ему, сказал, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, простерша руку, коснулся его и сказал, хочу очистить. И он тотчас очистился от проказы, и говорит ему Иисус, смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, воссвидетельствуй им. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему, я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово и выздоровец, слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинам, говорю одному, пойди. И идет, и другому, приди, и приходит, и слуге моему, сделай то, и делает. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в царстве небесном. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни. Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему, «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел!» И говорит ему Иисус, «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, «Господи, спаси нас! Погибаем!» И говорит им, что вы так боязливы, маловерны. Потом встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили, «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» И когда он прибыл на другой берег, в страну Гиргисинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали, «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда преждевремени мучить нас!» Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его, «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней!» И он сказал им, «Идите!» И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали, и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Глава девятая. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному, «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои!» Присемь некоторые из книжников сказали сами в себе, «Он богохульствует!» Иисус же, видя помышления их, сказал, «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи? Или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи!» Тогда говорит расслабленному, «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой!» И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеком. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему, «Следуй за Мною!» И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возъезжал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлеглись с ним и учениками его. Увидев то фарисеи, сказали ученикам его, «Для чего учитель ваш, если пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы!» Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят, «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитое дерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливает также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорывается мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливает в новые мехи, и сберегается то и другое. Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник, и, кланяясь ему, говорил, «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива!» И встал Иисус, пошел за ним и ученики его. И вот женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе, «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею!» Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал, «Дерзай, щерь! Вера твоя спасла тебя!» Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им, «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит!» И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух осем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали, «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус, «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему, «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал, «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им, смотрите, чтобы никто не узнал. А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека, немого бесноватого. И когда бес был изнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил, «Никогда не бывало такого явления в Израиле!» А фарисеи говорили, «Он изгоняет бесов силою князя Бесовского!» И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, «Жатвы много, а делателей мало!» Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою! Матфея, глава 10. «И призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Двенадцать же апостолов имена Сутии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Ливей, прозванный Фаддеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих двенадцать послал Иисус и заповедовал им, говоря, «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипащик погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, что приблизилось царство небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря «Мир дому сему!» Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слову ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просто, как голуби. Остерегайте же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но дух отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов израилевых, как приидет сын человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вильзеулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете. И что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две ли малые птицы продаются за сари, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сив только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Евангелие от Матфея, 11 глава. И когда окончил Иисус наставление двенадцати ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите? Слепые прозревают, и хромые ходят. Прокаженные ощущаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне, «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды?» «Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка?» «Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано, «Се, я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше и в Царстве Небесном больше его. А дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющее усилие восхищает его. «Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, то он есть Илья, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю роды сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел сын человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вевсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретящей пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не извергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сегодня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утоил сие от мудрых и разумных, и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим. Ибо иго моё благо, и бремя моё лёгко».